Михаил Хазин. Ошибка братьев Магомедовых. Я далек от мысли начать злобствовать по поводу владельцев, по крайней мере номинальных, группы Сумма. И я совершенно не исключаю, что они вполне себе образованные, грамотные и адекватные бизнесмены. Адекватные, то есть хорошо представляющие себе, что делать можно, чего не стоит, а что делать недопустимо категорически. Однако мой личный опыт показывает, что сами братья Магомедовы тут вообще ни при чем. Как говорится, ничего личного, просто они попали в расклад, в котором от них мало что зависит. И вот тут мне поневоле придется вспомнить нашу книгу «Лестница в небо». В ней говорится о том, что любая игра между людьми – это игра не за деньги, а за власть. И специфика законов власти очень сильно отличается от специфики борьбы за деньги. Так вот, я могу себе представить, что братья Магомедовы – замечательные бизнесмены. Это не ирония, я просто никогда этим вопросом не интересовался и реально ничего не знаю о том, как они управляют своей бизнес-империей. Но они точно не играли во власть. Они этот вопрос делегировали. Отметим, что слово «крышивание», которое было хорошо известно в нашей стране, а с легких рук Абрамовича и Березовского стало известно и в Англии, по крайней мере в политическом смысле, имеет очень простой смысл. Оно означает, что данный бизнесмен является вассалом не очень высокого уровня в некоторой властной группировке, которой он и доверяет решению политических вопросов, без решения которых его бизнес-структура существовать не сможет. То есть его бизнес, и вот тут уже есть вопрос, не поставить ли местоимение «его» в кавычки, в политическом смысле, ресурсом этой властной группировки. Хотя бы потому, что конкуренты, у которых такие политические крыши есть, немедленно его раздербанят, как только он такой крыше лишится. Примеров есть масса, причем в основном не в нашей стране. Желающие, например, могут посмотреть фильм «Красотка» или же почитать мою любимую книжку «Банкир» Лесли Уоллера, написанную в начале 60-х годов прошлого века. В общем, кейсов тут есть много, причем им почему-то, хотя в «Лестнице в небо» подробно написано почему, на курсах MBA не учат. Напомню, что с содержательной точки зрения, соответствующий диплом равносилен диплому техникума советской торговли. А вопрос на самом деле в реальности связан с одним единственным вопросом. Какие взаимодействия крупных властных группировок привели к такому печальному результату для группы Сумма? Кому они делегировали решение политических вопросов? В какие властные группировки входят? И что с ними сейчас происходит? Частично на эти вопросы пресса уже дала ответ, назвав три фамилии. Дворковича, его жены Зумут Рустамовой, то, что она жена Дворковича роли не играет, ее статус во властной группировке выше, и Медведева. Теперь давайте смотреть. Дворкович роли не играет, он никогда не был политическим игроком, скорее он местоблюститель от семейной группировки, задачей которого является исполнять функционал, но не играть самостоятельно игры. Зумут Рустамова более крупный игрок, который явно представляет собой семейную группировку в контроле за российской собственностью. Она, конечно, не левицкая, кто-нибудь из наших записных политологов знает, кто это? А ведь она прямой вассал Волошина и играет очень важную роль в вопросах контроля над активами в правительстве, но уж точно важнее Дворковича. В любом случае мы видим, что группа Сумма – это один из крупнейших ресурсов либеральной элитной группы в нашей стране, причем той ее части, которая связана с семьей. Интересно, насколько это понимали братья Магомедовы? Может быть, они считали, что поскольку Дворкович тесно связан с Медведевым, то и Медведев их будет прикрывать? А Медведев уж точно лично вассал Путина, но их мнение к делу не пришьешь, а события последних дней точно показывают, что они серьезно ошиблись. Но тогда кто такой Медведев и чем он, собственно, занимается? Кто он в политических раскладах страны? Ответ есть. Дело в том, что у либеральной группы в какой-то момент возникли серьезные проблемы. Все ее реальные лидеры – Волошин, Чубайсы и прочие – были выведены из публичной политической жизни. То есть элитная группа была, поддержка на Западе у нее была, администраторы у нее были тоже, но властная группировка не может долго существовать вне публичной политики. А реально у этой группы были только чисто опереточные фигуры, вроде Немцова, Каспарова или Белых. Все остальные были настолько скомпрометированы – Волошин, Юмаев, Чубайс, Гайдар, Ходорковский – что их никак нельзя было выводить в политическое поле. И Путин предложил им Медведева. На кого Медведев реально работает, видно потому, как он легко и быстро отдал обратно пост президента. В самостоятельные политические игры он тоже не играет. Однако Медведев выступал в роли политической крыши либеральной группировки. Конкурировать с Чубайсом или Волошиным он не мог, но в силу своего статуса все же серьезно перетягивал одеяло на себя. Так продолжалось до тех пор, пока было понятно, что ликвидировать эту группировку даже в случае большого желания невозможно. При этом, я думаю, он вполне искренне получал свою долю от доходов этой группы. Ничего неприличного. Реальная плата за реальную работу. Это, собственно, основной источник доходов для политиков во всех странах мира, всю историю человечества, вышедшего на уровень, позволяющий создавать государство. Однако отдадим себе отчет. В том, что Медведев член личной путинской властной группировки, и во власть он играет только по согласованию с главой этой группировки. То, что произошло с группой Сумма – результат того, что либеральная властная группировка в нашей элите перешла к красную черту. Возможно, что дело в том, что, не обладая внешней самодостаточностью, она стала жертвой старшей группировки на мировом уровне. Я много писал о том, что наша либеральная группировка – дочерняя структура ряда группировок мировой финансовой элиты. Есть серьезные основания считать, что группировок этих тоже несколько. Зачем мировые финансисты решили сжечь свою группу поддержки в России, или, по крайней мере, часть этой группы – вопрос отдельный. Но факт, что называется, налицо. И вся российская элита поняла, что либо она объединяется против реальной угрозы потерять все, либо же в лучшем случае будет рекламировать пиццу, а в худшем ее ждет судьба Литвиненко и Скрипаля, или Милошевича. И выбор был сделан. Я про это много писал. Смешно. Но информация о проблемах группы «Сумма» пришла ровно в тот момент, когда я в Петербурге проводил семинар о последствиях выборов. Когда я опубликовал свой прогноз для России на 2018 год, около 80% читателей со мной не согласились. Интересно, сейчас эта цифра изменится? Но сейчас стоит сказать о главных выводах. Проблема группы «Сумма» никак не связана с коммерческой деятельностью этой группы. Ее проблемы связаны с тем, что она является одним из главных ресурсных инструментов либеральной властной группировки, и в этом ее статусе должна быть ликвидирована. И не только она, кстати. Почему начали с нее, уж извините, сказать не могу. Это уже чисто тактика, причем уровни спецслужб, которые просто получили приказ. А быть может, дело в Васильеве. Его чистки в Дагестане просто дали много полезной информации. Я думаю, что это не последняя такая операция. Ее окончательная цель – ликвидировать пятую колонну мировой финансовой элиты в российской элите, которая была сформирована в 90-е годы. Соответственно, всем людям, которые работают в соответствующих структурах и не связаны с ними намертво, я настоятельно рекомендую быстро принять какие-нибудь меры, которые позволят избежать серьезных проблем в самом близком будущем. Потому что толпа холуев, которые быстро поймут, кого и за что будут бить, скоро начнут свою работу. Для примера, посмотрите, как организована русофобская кампания в США или Англии. Опять-таки, ничего личного. Вы занимаете хорошие места и сидите в конторах, которые работают на врагов. Значит, Вас можно обвинить в том, что Вы сами враги. Ну и занять Ваше место. Ничего личного. Просто бизнес. При этом учтите, что реальные лидеры властных группировок, если не пойдут ва-банк, останутся живы, и даже при каких-то деньгах, которые им позволят вполне счастливо жить дальше. А вот в понятие ва-банк входит, в частности, слишком активная защита собственных вассалов внутри властной группировки. Что там говорил Улюкаев в своем последнем слове? Тяжело быть простым человеком, то есть таким, которого группировка перестала защищать. Я, кстати, про это тогда писал. Кто прочитал? Ну, пишу еще раз. Имеющие уши да услышат. А так, для общего образования читайте лестницу в небо. Если есть вопросы конкретные, обращайтесь, мы с удовольствием дадим соответствующие консультации. Но имейте в виду, глобальные тектонические процессы начались, и остановить их не может никто. Но зато их можно оседлать, или, по крайней мере, минимизировать потери. Читал Павел Иванов специально для информационной сети Аврора.